Здравствуйте, друзья! С вами канал Простучилка и я, Елена Владимировна. Сегодня я помогаю моим быстрым классникам решать контрольную работу номер 5 по учебнику Макарычева. Это 8 класс. Мы с вами будем разбираться с квадратными уравнениями и их корнями. Совершенно нетрудная тема, если знать дискриминант. А если вы его не знаете, то сейчас я немножечко вам освежу. Посмотрите, вот такой номер. Первый мы будем делать. И начнем с этого уравнения, чтобы немножко потренироваться в дискриминанте. Есть, ребята, первое правило. Когда вы видите квадратное уравнение, вам сначала нужно переписать его коэффициенты А, В и С. А где они есть? Я покажу. Вообще-то квадратное уравнение вот как должно выглядеть в его стандартном виде. Это АХ в квадрате плюс ВХ плюс С равно 0. Давайте смотреть, кто у нас А. Вот у нас А. Так и выпишу. А равно 2. Где у нас В? Вот у нас 7. В равно 7. Кто у нас С? Вот она, минус 9. Так и запишем, что С равно минус 9. Теперь вспоминаем, как искать сам дискриминант. Дискриминант равен В в квадрате минус 4 умноженное на А и умноженное на С. Давайте сделаем наш дискриминант с нашими коэффициентами. Берем, пишем равно, ставим В в квадрат, то есть 7 в квадрате. 7 на 7 будет 49. Напишем 49. Дальше я напишу минус по формуле и буду все выписывать с умножением. 4 умноженное на А. А у нас 2. Так и запишем. И умноженное на С. А С у нас минус 9. Так и запишем. Первое, что вы должны сделать, это посмотреть на знаки. Минус, умноженный на минус, даст плюс. Поэтому 49 плюс. Сразу прям пишем плюс, не задумываясь. А теперь производим умножение. В 2х4,8,8,9,72 равно. 49 плюс 72, но я так чувствую, что получится 121, и это очень хорошо. Кто похитрее, тот помнит, что нам скоро придется извлекать корень. Но я забегать вперед не буду, покажу основную формулу. Для того, чтобы узнать х1 и х2, оба корня уравнения нашего квадратного, нужно взять минус В. Я сначала формулу запишу. Прибавить и отнять корень из нашего дискриминанта и разделить все это на 2, умноженное на А. Давайте подставлять. х1 и х2 будет равен… Берем минус В. Это В только с другим знаком. Если бы здесь было минус 7, мы бы поставили плюс сейчас. А у нас плюс 7, значит, поставим минус 7. Плюс-минус корень из 121. Давайте я сразу напишу, что корень из 121 – это 11. А разделить нужно будет на 2, умноженное на А. То есть на 2, умноженное на 2. А это 4. Отсюда х1 равно… Давайте с минусом сначала сделаем. Минус 7 минус 11 будет минус 18. А минус 18 разделить на 4 будет… Ребят, можно сделать сокращение, можно делить столбик. Я просто уверена, что будет 4,5. И в который раз я прошу обращать внимание моих восьмиклассников и других ребят, что следите за минусами. Друзья, минусы всегда убегают. Если было минус 18 четвертых, станет минус 4,5. Остается найти х2. Мы с вами делали минус 7 минус 11. Давайте сделаем минус 7 плюс 11. Минус 7 плюс 11 будет 4. А 4 делить на 4 совершенно точно будет 1. Поэтому ответ… Сами напишите, х1 равен минус 4,5, и х2 равен 1. Делаем следующий номер. Перед нами, друзья, неполное квадратное уравнение, потому что у него есть х в квадрате, у него есть просто х, а никакого числа нет. Такие уравнения решаются просто. Когда вы видите, что у вас нет вашего с, вам нужно сначала перенести 18 из правой части уравнения в левую и приравнять к нулю. Давайте сделаем так. Так, 3х в квадрате остается жить, где и раньше он жил. Вычитаю 18х. Я перенесла из правой части уравнения в левую 18х с противоположным знаком. Был с плюсом, переедет с минусом. Что я вижу? Я вижу, что я могу вынести за скобку 3, а еще х. Вынесу за скобку 3х. В скобке останется просто х, а еще останется минус 6. Все это приравняю к нулю. В такой ситуации это очень легко, ребят, сделать, вычислить наши корни. Первый корень – это 3х, равный нулю. Отсюда прямо следует, что х равен нулю. Потому что 3 на что я должна умножить, чтобы получилось ноль? Только на ноль. Только что выяснили первый х. Теперь давайте второй х выяснять. Для этого выпишем вот это маленькое уравнение. х минус 6 равно нулю. Третий класс. Что минус 6 равно нулю? 6 минус 6 равно нулю. Поэтому х второй будет 6. Ответ напишите сами. х первый равен нулю, х второй равен 6. Вот красивое уравнение под номером В. Друзья мои, вот кто, опять же, немножко хорошо учился в 7 классе, тот помнит формулы сокращенного умножения. Это разность квадратов. Потому что 100 – это 10 в квадрате, х в квадрате написан, а 16 – это 4 в квадрате. Но если вы забыли формулу, делать нужно вот как. У нас нету здесь В, а есть С. Поэтому мы сейчас С перенесем из левой части уравнения в правую. Значит, то, что было А, вот оно, 100х в квадрате, равно, и напишу 16, для того, чтобы узнать х в квадрате, надо написать 16 и от 100 избавиться, которое мешало х со знаком умножения, а переедет из левой части в правую с делением. Поэтому напишем деленное на 100. Но ведь это х в квадрате, а нам же надо узнать х без квадрата. Значит, напишем, что х первый и х второй, два наших корня, будут корень из 16 сотых. Но корни – это ведь два, и со знаком плюс, и со знаком минус. Вот почему два корня. Отсюда следует, что х первый будет равен… Давайте корень из 16 – 4, корень из 100 – 10, а х второй будет равен… То же самое, только с минусом. Минус 4 десятых. Вот перед вами квадратное уравнение. И вы все знаете, как решать его при помощи дискриминанта, который мы делали в пункте А. Но есть еще такая теорема Виета, очень удобная штука. Я лучше напишу на всякий случай, как пользоваться теоремой Виета. А вы сами решите, чем пользоваться. Если я х первый умножу на х второй, я точно получу с, а с у нас 63. Затем теорема Виета гласит, что если мы х первый прибавим к х второму, два корня сложим, то должно получиться наоборот от b. Не минус 16 получится, а плюс 16. Давайте с вами попробуем подойти сейчас креативно. И не будем систему уравнений решать никаких. Давайте догадаемся, что на что будет 63. Что умножить на что? На 7 и 9. Друзья мои, 7 и 9 – 63. А 7 плюс 9 будет 16. Да, 7 плюс 9 будет 16. Вот так мы легко нашли наши два корня. х первый получился 7, а х второй получился 9. Легко и быстро, если уметь. И если не забывать, что при сложении вы должны получить коэффициент минус b. Поэтому мы взяли не просто b, а мы взяли минус b, то есть плюс 16. Ребята, и помните, пожалуйста, что теорема Виета в том виде, в котором я ее вам показала, она работает только в том случае, если у вас приведенное квадратное уравнение. А приведенное квадратное уравнение – это когда а равно 1. А полную теорему Виета посмотрите в интернете или в учебнике. Периметр прямоугольника равен 20 см. Найдите его стороны, если известно, что площадь прямоугольника равна 24 см2. Раз мы не знаем ничего про стороны, то мы смело можем написать, что вот эта сторона А, а вот эта сторона В. Пускай так будет, да? Пускай. Ребята, оформление сами запишите по своим тетрадочкам. Периметр – это 2 умноженное на А плюс В. Мы выписали формулу. То есть сложить все стороны проще. Это выглядит как 2 умноженное на сумму двух сторон. А площадь равна сторона умножить на сторону, то есть А умноженное на В. Это мы выписали формулы. А теперь давайте попробуем составить систему уравнений. И тогда, может быть, что-то и решится. Пишу систему. И сначала подставляю в эту формулу наши значения. Я уверена, что 2 умножить на А плюс В равно по условию задачи, знаете, сколько? 20. Так и напишу 20. А А умноженное на В равно сколько? 24. Так и запишем. 24. Дальше легко. Вот из этого уравнения сейчас буду выражать, например, А. Да, я так и сделаю. Посмотрите, как я сделаю. Я 2 перенесу из левой части в правую. Получится 20 делить на 2. Следовательно, А плюс В, уже видите, без двойки, равно 20, деленное на 2, то есть 10. Могу выразить тогда сейчас отсюда А. А будет равно 10 минус В, потому что В переехала с обратным знаком в другую часть. Вот сюда могу подставлять, что такое А. А – это наше 10 минус В. Не А напишу, а 10 минус В напишу. 10 минус В. Поставлю все это в скобки. Умножу на В и приравняю к 24. Остается фонтанчиком раскрыть. В умножить на 10. Будет 10 В. В умножить на В. Минус В в квадрате. Давайте сразу вот эту С, которая С на самом деле, а маскируется под ответ. Перенесу с обратным знаком вот сюда. Будет минус 24. Равно 0. Не торопитесь писать ваши А, В, С. Потому что у нас В в квадрате стоит бог знает где. Давайте докрутим немножко, иначе ошибемся. Перепишу это уравнение в более приличном виде. Напишу минус В в квадрате. Теперь поставлю плюс 10 В. Потому что на первом месте стоит самая большая степень, потом степень поменьше, а В просто – это В в первой степени. И теперь поставлю минус 24. Равно 0. Ребят, мне не нравится, что здесь минус А будет. Минус 1. Мне такое не нравится, я такое не люблю. Я хочу домножить все это наше квадратное уравнение на минус 1. И теперь красоту получим. Минус на минус даст плюс В в квадрате. А это уже лучше. Здесь поменяется на минус 10 В. А здесь станет плюс 24, но поприличнее, равно 0. Теперь нужно выписать АВС. А равно единице. В равно минус 10, а С равно 24. Решаем дискриминант. Дискриминант равен… Ставлю В в квадрат. Минус 10 умножить на минус 10 будет 100. Вычитаю 4, умноженное на 1 и умноженное на 24. Знак будет минус. Все хорошо. Получается 100 минус сколько? Ребят, 24 умножить на 4 точно будет 96. А 100 минус 96 будет 4. Отсюда х1 и х2 будут равен… Берем минус В, а это 10, потому что само В минус 10. А когда мы его ставим в финальную формулу, знак меняется на противоположный. Будет просто 10. Плюс, минус корень из дискриминанта. А корень из 4 – это 2. Отделю я это все на 2, умноженное на А. Но А у нас 1. Я уже умножила. 2 умножить на 1 будет 2. Равно. Вот такими стрелочками сейчас сделаю. Потому что корней 2. Так тоже можно, но смотрите, как учитель пишет. Пишите отдельно. х1 равно х2 равно… Я прямо здесь напишу. 10 плюс 2 будет 12. 12 поделить на 2 будет 6. 10 минус 2 будет у нас 8, а 8 поделить на 2 будет 4. Только что мы выяснили, что 2 ответа в нашем квадратном уравнении – это 6 и 4. Теперь нам нужно выяснить, какая будет у нас А. Помните, мы с вами только что нашли, что В равно 6 или 4. Давайте возьмем В и подставим вот сюда, например. В стало у нас, предположим, 6. Там же 2 корня получилось. А вы сейчас увидите, что это не важно и не страшно. Что умножить на 6 будет 24? 4 умножить на 6 будет 24. И если бы вы сюда поставили 4, ваш второй корень, то получилось бы 6. Видите, мы одним уравнением квадратным получили обе стороны. А в ответе вы запишите. А равно 4, В равно 6 сантиметрам. Вот в таком вот уравнении один из корней равен минус 9. Найдите другой корень и коэффициент П. Фактически нам с вами подсунули стандартный вид квадратного уравнения. А – это 1, В – это у них П, а С – это минус 18. Мы с вами должны вспомнить теорему Виета. И по ней мы сейчас все быстро решим. Я точно знаю по теореме Виета, что первый корень, а это минус 9, умноженное на второй корень, а это Х2, что это произведение будет равно минус 18. По теореме Виета, Х1 умножить на Х2 будет равно С, а С у нас минус 18. Опять же, по теореме Виета, Х1, а это минус 9, плюс Х2 сумма двух корней равна минус В, а в нашем случае буква П, минус П. И вот такую систему нам сейчас нужно будет решить. Но мы решим ее в два счета. Что следует из первого уравнения, скажите? Минус 9 умножить на сколько получится минус 18? Любой мозг, любого восьмиклассника, даже такого, не очень любящего математику, подскажет, что Х2 равен 2. И мы уверены, что мы узнали два корня. Первый нам был дан, второй мы только что узнали сами. Справились. Потому что 2 умножить на минус 9 и будет минус 18. А теперь нам нужно минус П узнать, а потом мы его в П превратим. Давайте напишем минус 9 плюс 2. Сколько будет? Минус 9 плюс 2 будет, товарищи, минус 7. Но минус 7 – это минус П. Домножим на минус 1 и получим, что 7 – это просто П. Отсюда ответ Х2 равен 2. П равно 7. Только что мы с вами закончили нашу контрольную работу. И если вам она понравилась, если вам было понятно, поставьте, пожалуйста, лайк, друзья мои, и подпишитесь, потому что очень помогает в развитии канала. А если у вас есть трудные номера, непонятные какие-то или что-то, присылайте мне номер из учебника, автора учебника или номер контрольный. И ваш класс. А я вам помогу. Вот сегодня восьмиклассникам помогала. И удачи вам на контрольных экзаменах, и ни пуха, ни пера.